всем привет сегодня видео о том что я вижу на сегодняшний день сейчас в работе вообще у меня 8 изделий и из них я сегодня покажу 5 2 немножко совсем немного продвинулись это два кардигана теплых один из бобиной пряжи один с полосками горчичной их я показывала уже неоднократно и сегодня уже не буду показывать так как продвижение небольшие из-за жары не хочется вязать такие уже довольно большие изделия из шерсти пока они полежат а пончо там ряд очень большой которая крючком я вижу и у меня продвижение там всего два ряда поэтому их я показывать не буду покажу 5 работ одна из них с продвижениями и четыре новых пряжа у меня как обычно то из которой я сейчас буду показывать изделия и начну я с того которая с продвижениями а потом уже буду показывать те которые новые начала так что у меня здесь с этой не знаю как ее назвать туника футболка это спинка не хватает немножко места мне спинка у меня полностью готова если вы видели предыдущие выпуске то видели на каком этапе это было и так так довольно длинная получилось и здесь я вывязала уже полностью всю длину рукава неудобно и хороший такие скосы плеч и перис горловины спущенные рукава такие получились чуть выше это я вижу из пряжи сиам дирфайн состав здесь 45 хлопок 15 лен 40 вискоза в 50 граммах 210 метров вижу спицами 225 рекомендует два два с половиной номер цвета 06 по моему брусника он называется эту пряжу я получала в интернет из интернет-магазина пряжа со под видео ссылка на магазин и промо-код на 122 который на сегодняшний день действует до 1 сентября и дает вам скидку 5 процентов на ваш заказ более подробная информация в описании к видео и также ссылка на вот эти держатели мои любимые помощники также будет под видео так спинка здесь если кто не видел я вяжу по прямой не вывязывая проймы для рукавов сразу начинаю вязать на петлях же спинки вот этой поперечной резинкой пройму рукава то есть вот этот край он уже так и останется и в процессе вязания еще прибавляю петли для того чтобы рукав был спущенный затем скос плеча и вырез горловины все спинка готова и передняя часть сейчас у меня уже тоже с хорошими продвижениями также до начала вывязывания вот этих пройм провязала ровно затем вывязала уже до начала убавлений по v-образной горловине одну сторону сняла и вижу вторую сторону здесь также одновременно прибавляю для спущенного рукава и делаю убавление по горловине затем также здесь делаю скос свяжу вторую сторону и затем вот здесь свяжу резинку 2 на 2 она будет также сочетаться с вот этой поперечной резинкой и с резинкой которая по нижней части и все на этом будет готова дальше единственно что мне здесь нужно будет сделать это соединить по плечам я буду соединять методом трех спиц так как я всегда это делаю и сшить вот здесь где начинается вот эта планка сшить вот эти два края на этом будет все готово конечно пряжа очень тоненькая вяжется не быстро но вяжется приятно мне нравится как это вяжется я вижу с удовольствием никуда не торопясь и само полотно мне очень нравится она настолько приятная к телу мне кажется вот такой состав абсолютно летний конечно хоть можно вязать из такой пряжи и не только летние изделия она довольно приятно будет к телу если можно даже в нить и также она тоненько она подходит и для машинного вязания 210 метров это в 100 граммах получается 420 можно в две нити связать что-то более такое плотное но вот это получается конечно невероятно приятное полотно она будет струиться потом после стирки это все расправиться и будет выглядеть на мой взгляд очень даже красиво она не будет стоять колом хотя состав как правило до летние какие-то хлопковые изделия они немножко грубее все таки чем изделия из шерсти полушерсти даже того же акрила но в данном случае вот с таким составом пряжа и она такая мягкая очень она мне нравится и несмотря на то что такая тоненькая все равно вяжется как-то легко так первое есть и дальше четыре новых покажу первое это будет такая жилетка со спущенным плечом очень спущенная будет плечо меняется цвет пряжи так все равно ярче показывает на ладно это alize baby best 90 процентов акрил 10 процентов вискоза номер цвета 250 он не ярко желтый хотя и на камеру вижу вроде как будто ярко показывает но это бледно-желтый такой цвет очень приятный я вижу спицами так три с половиной здесь рекомендуют 45 ну можно конечно было и больше взять пиццы сам узор довольно плотный но я вязала образец сейчас не взяла с собой вязала образец я его постирала и она становится полотно гораздо мягче чем она сейчас процессе вязания это я вижу спинку отдельными деталями и сейчас наверное на камеру будет видно я не обратила внимание хотя это одна партия вот здесь немножко темнее первый моток оказался по-моему до 1 до 1 моток вот он закончился у меня он оказался чуть чуть темнее не знаю как будет после стирки может быть немножко сравняется сейчас я вижу значит снизу начинается с резинки затем вот этот плотный узор этот узор вяжется довольно легко но я по нему все равно схемы нет у меня все равно я по нему сниму потом видео и покажу этот узор подходит очень хорошо для вязания каких-то плотных изделий например пальто куртки какие-то ну и кардиганы конечно я в данном случае его использую при вязании вот этой жилетки и здесь я сначала вязала ровно затем начала прибавление прибавление делать для вот этой спущенного плеча или пусть будет спущенный рукав на вроде жилетка она не предполагает рукава ну все равно не знаю даже как правильно назвать наверное все таки для спущенной проймы вот так и прибавляю здесь петли по краю затем я свяжу здесь у меня уже осталось мне два ряда до конца вязания высоты проймы а затем здесь будет очень большой скос плеча 15 планирую где-то 15 сантиметров высоту скос плеча и за счет этого потом вот это пройма она опустится я представляю примерно в голове как это будет смотреться сейчас конечно на словах трудно буду ли я вывязывать углубление по горловине пока я не знаю еще не решила возможно хотя бы по три точки разворота какие-то сделаю потом свяжу две полочки отдельно и здесь будет тоже v-образная горловина и по горловине по полочкам будет вот такая же обвязка резинкой 2 на 2 узор интересно смотрится и с лицевой и с изнаночной стороны мне кажется что можно использовать его и так и так хотя с лицевой конечно мне нравится больше такие горизонтальные полоски причем интересно что вот этот полотно с таким узором она под разным углом смотрится как-то по-разному он допустим снизу по одному вот так если смотреть сверху вниз если вот так повернуть по-другому бокам выраженные такие полоски немножко рельефность такую дает красивый вяжется очень легко 4 ряда всего раппорт потом я его сниму поэтому узору видео и когда довяжу это жилетку то по ней расскажу здесь сложности вообще никаких нет вяжется все очень просто и потом еще здесь что будет вот я пройму обвяжу вернее эту горловину обвяжу с полочками резинкой и по краю вот здесь вот этой проймы также будет резинка два на два вяжется очень быстро легко сама пряжа не тонкая и спицы три с половиной для меня не тонкие так как я люблю и 2 2 25 два с половиной и тонкими спицами но я люблю разными вязать особенно когда есть возможность чередовать цвет пряжи номера спиц именно поэтому я развожу можно сказать столько разных работ чтобы чередовать и каждый раз получать удовольствие так следующее здесь только можно сказать пока практически начало и не стала переснимать здесь особо не будет сейчас конечно видно это я вижу такую же кофточку с погоном реглан погон как я уже вязала где нам не вот она вот эта кофточка я ее показывала на канале она мне очень очень нравится я ее очень часто ношу и мне захотелось еще в другом цвете связать и вижу здесь совпало плотность вязания и я вижу полностью по таким же размером столько же петель набирала и вижу единственно здесь у меня вот 5 мотков хватило на не длинную кофту я не помню сколько там сантиметров но она не длинная в основном я ее с платьем у меня есть платье которое по цвету подходит под эту кофту и в основном с этим платьем я ношу эту кофточку а вот эту тоже у меня есть платье который под которая подойдет по цвету это кофточка и вижу я ее здесь я вязала рукава лицевой гладью а здесь вижу рукава резинкой сразу и на плече резинка и по рукаву резинка пряжа эту пряжу я получала в подарок от своей фее спасибо ей большое вот так она выглядит название не буду называть чтобы не ошибиться это восемьдесят восемь процентов хлопок 12 процентов полиэстер китайская пряжа произведена в китае спицы рекомендуют три с половиной я вижу тоже три с половиной да и это тоже вязала три с половиной и из этой пряжи у меня на канале есть я вязала безрукавку или как она называется до безрукавка длинная такая зеленая тоже из этой же пряжи это пряжа понравилось мне как она себя ведет и после вытой и в носке понравилось и конечно с удовольствием я свяжу такое изделие здесь рукав будет полностью так он и будет идти резинкой до конца по планке также я вот такую резинку свяжу два на два по горловине и по планке и по нижней части пока не знаю здесь я вот так закрыла с утолщенным краем без резинки как будет здесь пока не знаю буду решать процессе вязания очень мне нравится вязать из этой пряжи на такая мягкая и забыла как пряжа называется которая похожа по моему гернард есть там тоже хлопок с люрексом вот вылетела из головы ладно если вспомню скажу но то пряжа она жесткая вот это же она очень мягкая она приятная такая к телу и даже есть в процессе вязания вот кстати вот на что она похожа я помню вот гернард диамант была пряжа которую сняли с производства вот она вот на нее она похожа хотя в диамант там по моему только вискоза была насколько помню вискоза с люрексом хлопка там не было здесь же все-таки сколько здесь лодка 88 процентов здесь в основном хлопок и при этом она мягкая очень приятная такая и люрекс вот этот он не колется я пробовала прикладывать к шее к местам которые вот самые чувствительные он он не колется приятно очень пока особо я здесь провязала уже первую часть это погон вторую часть где прибавление только со стороны рукава и начала вот начало начала третью часть где уже прибавление идут и со стороны рукава и со стороны полочек и со стороны спинки затем сделаю подрезы и буду вязать уже вниз посмотрю по ширине может буду прибавлять или не буду прибавлять после подрезов для ширины это будет уже видно в процессе вязания измерю когда достигну нужной высоты проймы сейчас еще она если вот так взять короткая конечно мне очень нравится как она себя ведет и в лицевой глади и в резинке она держит резинку хотя спицы не тонкие сколько здесь метров 100 граммах 290 метров она еще и очень довольно выгодная такая пряжа надеюсь что у меня получится по длине и чем вот это изделие у меня еще подобное есть такая же из голубая так как там пряжа называлась на кой так на куэлит baby да то пряжа называлась тоже подобное также точно там связано и по моему там я тоже по такому же количеству петель уже не помню и вот и в общем то у меня сейчас чаще всего я вот эти две одеваю почему как как почему то как то так получилось и вот будет еще третье потому что все равно вот по цвету не под все не под всю одежду подходит да допустим вот такой цвет и с голубым не оденешь там или еще с каким-то поэтому пусть будет их много и под каждое изделие будет своя кофточка потихоньку пока вижу вот сейчас в жару вот это вот такие вот очень приятно вязать она как охлаждает даже вот я говорю кажется что будьте здесь есть хоть немного вискозы на ее здесь нет еще одно начало кофточку вязать регланом сверху здесь вообще ничего примечательного вижу просто лицевой гладью регланом сверху сейчас я спицы сняла просто обычное изделие регланом сверху вывязала здесь углубление по горловине и вижу вот просто мне захотелось повязать из разноцветной пряжи и никаких узоров просто лицевой гладью мне нравится как секции получаются красиво смотрится такими полосками пряжа это это я покупала у нас здесь в магазине вот такая yarnart ador trim анти пилинговый акрил 100 граммах 280 метров акрил анти пилинг номер цвета цветной 1064 и также я купила такой такая же пряжа только без вот этого слова тоже акрил анти пилинг также 280 метров и номер цвета здесь 330 он белый и он сочетается с этой пряжи здесь можно любые были было цвета чуть-чуть вот этот белее чем тот белый который здесь но все равно он будет сочетаться и я хочу здесь что сделать полностью все связать вернее не полностью все а вот сейчас верхнюю часть то которая с прибавлениями по реглану провязать этой пряжей и нижнюю часть рукава потом я хочу после реглана связать белым цветом и возможно по низу рукава еще какой-нибудь вот отсюда свяжу может быть возьму ту секцию где может быть не серые а вот цветные это я еще потом подумаю и также планка здесь тоже у меня будет вот этим белым цветом связано по низу возможно резинка будет тоже белый а может быть и она будет цветной пока это не решила я а так просто вижу и вижу мне очень понравилось это пряжа вообще я хотела вот эту элит baby еще раз тоже там акрил анти пилинг по моему или премиум акрил как-то она называлась но так как я ее не нашла ту пряжу вот мне предложили в магазине у нас горят вот вот это тоже акрил очень похож но она вот это она даже еще мягче она вообще просто вот шелковистая шелковистая такая даже как когда вижу как-то соскальзывает такое впечатление что ну вот говорят что какая-то специальная обработка вот такого анти пилингового акрила и действительно вот ту голубую которую я из элит baby кофточку ношу очень часто стираю часто стираю стиральной машине и катышек вообще не появляется вот действительно он акрил анти пилинг потому что и акрил и шерсть и даже хлопок все равно появляются катышки здесь же вот этот анти пилинговый проходит какую-то специальную обработку и катышки не появляются очень долго если и появляются их очень легко убрать с помощью машинки и даже руками они убираются поэтому мне нравится она не колется это пряжа она отлично подойдет и для вязания детям и тем кто не любит когда пряжа колется так что пока вижу это я вообще просто вот сидела вот захотелось мне просто повязать кокетку лицевой гладью посмотрела свои запасы пряжи и выбрала для этого именно эту пряжу и буду потихоньку вязать так и последний это я начала вязать вот такую юбочку это будет небольшая юбка примерно на 42 размер сейчас она все вот так складывается потом я буду при после стирки наверное отдельно буду каждую часть это я вижу отдельно часть передняя задняя я буду сверху накрывать мокрым полотенцем чтобы узор вот так расправился немножко мне не нравится но он здесь не должен по моей задумке он не должен вот так складываться он должен быть плоским сейчас он пока не плоский руками трудновато так пряжа сиам concord 150 номер цвета 13 состав здесь полушерсть 50 процентов шерсть 50 процентов акрил в пятидесяти граммах 150 метров эту пряжу я тоже получала из интернет-магазина пряжа сум так рекомендую здесь два с половиной три с половиной я вижу так сколько наверное два с половиной сейчас посмотрю до два с половиной сейчас она так не очень смотрится конечно но образец я вязала и блокировала вот так вверх сверху полотенцем смотрится довольно прилично сейчас я вижу просто по прямой внизу резинка затем узор я взяла три вот такие дорожки две одинаковые и 1 по центру отличается по краям две одинаковые остальную ширину как до той которая мне нужна я заполнила вот такими полосками довязав до линии бедер я сделаю вот так убавление и сверху тоже провяжу резинкой 2 на 2 как здесь здесь можно даже вот так двойную вставить пояс она не толстая пряжа так 150 это в 100 граммах 300 метров мне как-то проще воспринимать когда я говорю сколько в 100 граммах и сначала я образец начала вязать тройкой вроде как вязалась хорошо удобно было комфортно вязать но само полотно оказалось таким немножко дырявым так как это все-таки юбка если вязать например какую-то кофточку то да можно и 3 миллиметра взять спицы а вот для юбки мне кажется нужно немножко по плотнее потому что она прям совсем дырявая у меня получалось хотя я вроде вязала не рыхло так все до 2 одинаковые части я буду вязать по моему здесь сейчас если растянуть у меня ширина получается 42 сантиметра вот так при растягивании если например вязать на другой размер можно взять пряжу потолще и получится ширина больше можно просто добавлять вот здесь еще вот таких полосок если тоже из тонкой пряжи но мне захотелось связать именно из тонкой пряжи здесь вот этот узор он нежный такой и он красиво смотрится как и на толстой пряжи так и на тонкой пряжи вот такой так что буду вязать так это пока все так кардиган крючком который я вязала из анны 16 я его сегодня как видите не показываю потому что он у меня полностью готов и мастер-класс по нему вы увидите во второй половине месяца но уже скоро все все что у меня было в работе я сегодня вам показала как я дальше буду продвигать свои работы что-то может быть еще буду начинать какие-то процессы и свои теплые потом как немножко жара спадет буду продолжать вязать все это вы увидите в моих следующих видео на сегодня все большое спасибо за просмотр желаю вам всего самого доброго и до новых встреч